всем привет нельзя войти в одну реку дважды нельзя вчера я еще раз в этом убедился пытался ставить свой новый ком 7 windows сначала отказал старый dvd ром он просто перестал открываться это был первый звонок затем очень долго не получалось создать образ на флешке чтобы он читался биоса это было второе предупреждение я не внял ему и все же добился своего однако перестали ставится драйвера на сетевую карту а без них не ставилось ничего только применив совсем уж колдовской прием известный системным администратором и превратив свой смартфон в usb модем не удалось таки установить винду но кто-то или что-то упорно мне противилась судьба или фатум или как она там называется все это лишний раз гармонирует с творчеством той группы о которой я буду рассказывать тексты воскресенья носят глубокий философский смысл они о той настоящей реальности что нас окружает о жизни без карамельные приторные обертки о том какова она есть многие наверное уже догадываются что жизнь наша совсем не праздник в ней много горя много одиночества и мы проходим ее как будто идем по холодному зимнему полю и злой ветер обжигает нам конечно случаются в ней радости правда все никаковременные если так уж разобраться приходящие об этом писали все известные философы и древности и современности синека шопенгауэр сократ платон и многие многие другие еще мне кажется что музыка воскресенья гармонирует с фильмами известного финского режиссера аки каорис мяки своих картинах ариэль тени в раю девушка со спичечной фабрики он рисует жизни резкими четкими мазками кисти и она представит выпукло и реалистично по степени воздействия текст воскресенья вполне могут представлять опасность для людей с тонкой кожей чувствительными или если они находятся в трудной жизненной ситуации это так у меня у самого был период который я описываю в рассказе мотылек когда я запретил себе слушать песни воскресенья ибо чувствовал что это разрушает меня несет серьезную опасность такие вещи как музыкант кто виноват зеркало мира по дороге разочарований и другие слушать находясь тяжелой депрессии не нужно поэтому я на целый год убрал кассеты с воскресеньем подальше в тумбочку однако если у вас все хорошо если у вас собрались друзья и в доме светло и празднично то музыка воскресенье как раз именно то что итак группа воскресенье основана сергеем кологое евгением маргулисом в 1979 году автором песен стал алексей романов лидер группы кузнецкий мост а на место ли лидер гитариста пригласили алексея макаревича двоюродного брата андрея так создалась новая группа буквально дома на коленях было создано 10 песен записать которые решили студии гитиса где тогда работал александр кутиков записи альбома участвовал клавишник машины времени пётр подгородецкий гитарист и вокалист из группы стаса нами на андрей сапунов после знакомства с андреем сапуновым в репертуар воскресенья вошли вещи константина никольского знакомого сапунова группа мгновенно становится популярной и известной благодаря тому что их песни с утра до ночи крутят по радио moscow world service и они прочно обосновываются в эфире композиция кто виноват вскоре становится хитом и его уже гоняют на всех магнитофонах и поют под гитару те кто только умеет ее держать в руках однако в сентябре маргулис ненадолго покидает группу на басе начинает играть цапунов в сентябре маргулис в январе маргулис возвращается и плюс еще в группу вливаются трубач сергей кузьминок и саксофонист павел смен весной воскресенье начинает выступать выходит второй альбом и кажется что все в общем то отлично но музыкант они довольны игрой алексей макаревича им кажется что он плохо исполняет свои партии и вскоре его меняют на алика микояна летом все музыканты отправляются на отдых а осенью группа распадается маргулис уходит в аракс кавагоя и макаревич покидают вообще музыкальный мир остается один роман так закончился первый состав воскресенья второй состав в 80 году романову позвонил никольский сообщил что у него по сути готов состав нового воскресенья он сапунов барабанщик шевиков и романов готовый репертуар осталось найти базу и аппаратуру этот второй состав воскресенья был интересным но также и противоречивым лирика никольского отличалась повышенным пафосом и красотой слога однако никольский явно выраженный лидер и его появление в группе несет семена раздора а тем временем романов мечтает попасть в филармонию они кольский сапунов не хотят бросать обучение музыкальной школе и вскоре романов уходит под крыло менеджера милик пашаева у которого уже есть своя команда но здесь вмешивается судьба восемь втором году умирает брежнев отменяют все гастроли и группа перестает существовать так плачевно закончился второй состав воскресенья третий состав команды он собрался в восемьдесят втором году алексей романов вокал гитара вадим галутвин гитара петр подгородецкий клавишные игорь кленов бас гитара владимир воронин ударные весной группа записывает новый альбом в записи принимает участие павел смеян и трубач александр чиненков диск выходит странным и непонятным старые романовские интонации мешаются со стилем новая волна и поклонники находятся в неком недоумении а осенью группа выезжает на гастроли в ленинград на новый год воскресенье отправляется опять же на гастроли в ташкент и выступает в тамошнем дворце спорта милик пашаеву каким-то чудом удается заключить контракт с московской филармонии что почти что фантастика после этого следует еще несколько концертов театре эрмитаж и телемост с сша наступает 83 год и здесь происходит нечто ужасное романов и звукорежиссера рутюнов арестованы им предъявляют частную предпринимательскую деятельность в виде выступлений с концертами но мне кажется кто-то под них копал вот такое ощущение вот выступали выступали вдруг бах уголовное дело странно почему не преследу не преследовали ту же машину времени остается загадкой и так им предъявляют частную предпринимательскую деятельность в виде выступлений с концертами другие участники группы вовремя консультируются с юристами и на слушании их заявлять что денег за концерты не получали и выходит что вся тяжесть обвинения ложится на плечи романова и арутюнова романову присуждают три года условно с конфискации имущества арутюнова ждет три года колонии вот так печально закончилась история группы воскресенье реанимировать ее их удалось только в девяносто четвертом году на этом пока завершаю однако анонсирую что вскоре выйдет ролик о каком-то из фильмов со знаменитым актером аль пачино враг в рубрике жемчужины кинематографа аль пачино аль пачино аль пачино